Долгое время эта героическая страница из истории московского метрополитена была засекречена. В октябре 1941 года, когда фашисты рвались к Москве, было решено спасти вагоны метро на случай оккупации столицы. 180 вагонов метро разделили на эшелоны, прицепили к паровозам и по железной дороге отправили из Москвы в Узбекистан, в город Андижан. Прямо в этих вагонах в эвакуацию поехали работники метро со своими семьями, всего около 400 человек. Не приспособленные к уличной эксплуатации, кое-как отапливаемые буржуйками вагоны метро со своими пассажирами отправились в путь в холодную зиму 1941-1942 годов. Среди пассажиров вагонов было 104 ребенка, некоторым из них не было даже одного года. Почему так холодно, мам? Почему нет света улам? Куда едет наш вагон? Что за станция за окном? Посмотри, из Тивана привстань, это не Динамо, это Рязань. Ближе к печке ложись и спи, впереди много дней в пути. Снова бьет на метель в окно, на самой длинной линии метро, ведь, конечно, все нет и нет. А в огне вместо тоннеля лунный свет, где буржуйка детские сны, на метроиде прочь от войны. Сквозь ночь идет стальной караван, по маршруту Москва держать. В кабине машиниста нет, мы в чайнике топим снег, дует холода мы с дверей, мама наша, выходим скорей. Снова сон тебя обманул, это не Сокольники, а Барнаул, надо нашим метро спасти, потерпи еще немного, поспи. Снова бьет на метель в окно, на самой длинной линии метро, ведь, конечно, все нет и нет. А в огне вместо тоннеля лунный свет, где буржуйка детские сны, на метроиде прочь от войны. Сквозь ночь идет стальной караван, по маршруту Москва держать. Вагоны проехали 6,5 тысяч километров через Европу и Азию, Уральские горы, Транссибирскую магистраль и степи Узбекистана. Разные эшелоны шли из Москвы до Андежана от полутора до трех месяцев. По прибытии в Андежан работники метро, многие из которых вместе со своими семьями жили в землянках, в кратчайшие сроки смонтировали вагоноремонтные мастерские. Уже через полтора месяца первые вагоны встали на ремонт. Вскоре все вагоны были приведены в порядок. Когда враг отступил, вагоны были отправлены в Москву, где служили пассажирам еще более 20 лет. В метро Москвы сохранились три вагона типа А, два из которых путешествовали в Андежан. Сегодня их используют для экскурсий. Субтитры создавал DimaTorzok